Привет, планета Земля! Сегодня будет чуть-чуть иной ролик. Хочу с вами поговорить о двух комментариях, которые меня, мягко сказано, ну раздражают. Я уже слышать не могу их. Так вот, первый комментарий это... И очень часто я его комментирую и отвечаю на этот комментарий это... Приглядитесь к Антону. Он такой хороший, такой внимательный, такой доброжелательный, такой скромный. Дорогие люди, откуда вы знаете, какой он? Ну вы его знаете просто по видео. По видео все люди иные. Вы совсем не знаете, какая я, какой он, какая моя мама или какие мои дети. Ну не знаю, конечно, судить как бы все успевают быстро. Но, скажем так, мы с Антону по характеру совершенно не подходим друг к другу. У нас вообще другие, как сказать, взгляды на жизнь совершенно. Мы даже есть, ну на данный момент, сейчас у нас частые конфликты с ним, потому что я вижу по-другому вообще все вокруг меня и то, что я говорю и что я делаю. И он все по-другому видит. И из нас никогда не выйдет пара. И как бы я хотела поставить над этим вопросом или над вашим советом большую и жирную точку. Если бы мы подходили друг к другу, мы бы уже давно были бы парой и жили вместе. И я не хочу быть с этим человеком, потому что это не моё. Не по телосложению, не по характеру, не по, как сказать, не по жизни вообще. Мы как небо и земля. У нас совершенно другие взгляды на жизнь. Поэтому, пожалуйста, не пишите больше мне, какой он хороший, какой он доброжелательный и так далее и тому подобное. Я просто устала от этих предложений. Вот. Второе. Какие бедные дети, бедные несчастные дети. Перевезла их с такой страны, с такой, с таким, не знаю. Тут столько было для них возможностей выше крыши. А там увезла куда-то в дыру. Не поймёшь куда и зачем и почему. Потому что получается, что два миллиона детей в России, бедные несчастные дети, живут в дыре. Кушать у них нету. Развлечений у них нету. Не знаю. Сидят и страдают бедные и несчастные дети. Господи! Это получается вы тоже. Потому что меня в основном смотрят подписчики, ну, где-то 50 тысяч. Ой, фу, 50 тысяч. Ой, 50 лет примерно. У меня же есть статистика, кто меня смотрит. И в основном все где-то примерно 30 лет живут в Германии. А вот. А некоторые то и меньше живут в Германии. И как бы я понимаю, что эти люди приехали в Германию, когда им было, ну, примерно 20 лет. Ну, большинство так было случаев. И как бы, значит, ваши родители, которые родились в России или в СССР, ваши дедушки-бабушки, прадедушки-прабабушки, все они были всю жизнь бедные и несчастные. И у них не было куска хлеба. И плохо учили в школах. И если так плохо их учили в школах, и жрать им нечего было. Да как же родились ваши родители? Значит, получается, если не учили родители, значит, они тупые. И, получается, если вы ходили в школу в России, значит, вы тоже тупые. Или я не понимаю вот это вот все. Знаете, вы живете в Германии, и слава богу, не говорите гоп, пока не перепрыгнете. Потому что, знаете, вы сейчас сидите и обкакиваете эту страну. А вдруг что? Первые побежите назад. Ну, кто его сюда пустит без российского гражданства? Ой, прям я не знаю. У моих детей есть всё. У них вообще как бы ничего нет, чтобы плохо им шилось. У них и какие, и велосипеды, и ролики, и мы ездим в аквапарке, и мы ездим на карусели. И в зоопарке, и в рестораны, и друзей у них полная куча. Не понимаю, откуда взяли, что моя дочь бедная и несчастная. Моя дочь, она не бедная, и она не несчастная. Она капризная, у неё подростковый возраст. И она хочет свою «я хочу» эгоистичную вот так вот куда-то там пробить. И чтоб я жила так, как она это хочет. Но так не бывает, потому что я мама, она ребёнок. Она должна жить на данный момент так, как я хочу. Когда у неё будут дети, её дети будут жить так, как она хочет. Я не думаю, что она будет под дудку своих детей плясать. Вот и все дела. И я ни одного дня не жалею, что уехала с этой страны, где с следующего года будут дети иметь право на измену пола. И что может быть у 14-летнего ребёнка в голове? Он сегодня любит девочку, завтра любит мальчика. И что он будет? Побежит в 14 лет себе менять пол? Он будет в паспорте, не знаю, не Максим, а Максимилия? Или как мне вообще это? Я в шоке, что там происходит. В садиках у них вот этот мама-папа игры. Им уже присваивают, что мальчиков, когда любит мальчик, мальчика это нормально, хорошо. И жениться они там уже давно могут с друг другом. И даже адаптировать детей у них полное право. Ну, какой ребёнок вырастет с двумя мужиками? Ну, например, девочка. Мальчик вырастет такой же петух. Вот точь-в-точь. А от кого потом рожать-то будут наши девочки? От петухов? Я не знаю. Как ещё это назвать? И везде они эту тему пробивают. И почему-то больше девочки не рекламируют рекламу. Губнушка? Пацан. Каблуки? Пацан. Я не знаю. Везде одни. Везде одни петухи. И это нормальная, классная страна. С множеством там, не знаю. Это наше будущее. Ура! Радуйтесь! Будьте к этому всему толерантны. Господи, я уже слово слышать не могу. Я хочу, чтобы у меня мой кан был мужиком, а не петухом. Поэтому он будет жить тут. Вот и всё. А Зара, если она не хочет тут жить, её никто тут не держит. Просто я её объясняю одно, что куда ты поедешь туда? У тебя там никого нету. Папе ты не нужна. Совершенно. Десять лет ты не нужна ему была, и сейчас, подобно, ты ему не нужна. Потому что его жена, как только слышит имена его детей, у неё всё, волосы дыбом, руки вером, сопли пузырями. Поэтому, я говорю, там тебя выгонят. Ты там не сможешь жить. Где ты будешь жить? На что ты будешь жить? Ты научись сперва, как говорится, пожарить картошку перед тем, как куда-то съезжать, самостоятельную жизнь начинать. Ты же ничего не можешь. Почему ты не можешь? Потому что ты не хочешь. Я хотела, я смотрела. Я ханунки лепила, 16 лет варила вовсю, пекла, не знаю, самостоятельным ребёнком была и как бы всегда. А вот Зара, ей это ничего не охота. Сперва родилась лень, потом родилась Зара. И вот Зара, вот это какой ребёнок, вот я хочу. Ну, вот когда сможет она всё самостоятельно делать, тогда пускай свои хачунчики и презентирует. А то, что она на камеру-то мямлила, ну, помямлила на камеру, да, просто стесняется, говорит, на русском языке. И никто её там не зашугивал, не запугивал. Зара с таким характером, она ещё и меня запугает и зашугает. Это в тихом омуте черти водится. Так что, вот. Хотела вам это всё как бы сейчас сказать, потому что терпение у меня тоже потихоньку лопается. Я не считаю, что я плохая мать, я делаю для своих детей всё возможное. И как ваши родители считали, что они едут в Германию в 90-х годах, что это правильно и хорошо для своих детей, и они повезли своих детей туда, вот. Так и я посчитала это правильным, привезти моих детей в Россию. Это моё право, и никто не имеет это обсуждать. Никто не имеет на это право обсуждать. И дети тут счастливые, и хорошо относятся они к царе. У Кана там чуть-чуть стычки бывает, но Кан у меня, и как бы он, он ребёнок, но он очень, он большой, и может там нечаянно, ну, если кого-нибудь пихнёт, то для Кана это, ну, совсем чуть-чуть, а для маленького ребёнка это, ну, больно или как-то так. Но это он не делает, как бы, как сказать, специально. Там бывают, вот. А так он ходит на тренировку, Зара ходит гулять. На данный момент гости часто у нас, девочка приезжает. Вот она с ней постоянно гуляет. Что-то они там с мальчиками договорились гулять на выходные. Я говорю, ой, аллилуйя, слава богу, пускай гуляет. Я ей не запрещаю. Вот. И вот такие вот дела. И кушать у них полный холодильник, компьютеры, телефоны, Nintendo. Всё есть. Всё есть. Всё, что хочешь, у них всё есть. Поэтому мои дети ни капельки не бедные и не несчастные. И всякую чепуху, что там некоторые пишут, ужас. Прям аж слов нет. Так что вы не видите будущее в России, я не вижу будущее в Европе. И точка. Всё. Это не обсуждается. И тысячи людей такого же мнения, как и я. Ну и тысячи людей, может, такого же мнения, как и вы. Но это наше мнение. Она различается. Ну зачем оскорблять? Я не знаю. То ли завидуете, что мать-одиночка дом строит. На какие же шиши интересно, вот. Да? И удивляются. Вот как? Ещё и работать не ходит. Хотя, знаете, я работаю. Вот с вами разговариваю. Это моя работа. И кто сказал, что я не зарабатываю на этом деньги? Зарабатываю. Конечно. Ещё часто вопрос, почему вы не работаете. Просто, вы знаете, я хочу очень сильно выйти на работу. Может, даже не так, не столько, как заработать побольше денег, а просто, чтобы побольше общаться с людьми, как бы знакомство побольше завести, как-то, ну, влиться в жизнь. Потому что я всегда только дома-дома. И там, ну ладно, в клуб я пошла в свой. Ну, как бы, я не считаю это, ну, как бы, серьезным каким-то мероприятием. Поэтому хочется, конечно, влиться в жизнь. Ну, как сказать, и работать уже всё. Ну, как-то вот. У меня почему-то, если не пятое, то десятое. То, ну, вроде бы, как устроилась на работу, не получилось. Я об этом вам рассказывала. Потом я выбирала себе работу, никак не могла выбрать, потому что я понимала, что я просто-напросто эту работу не выдержу. Я не смогу 12 часов стоять. Это просто невозможно. Ну, для меня невозможно. Для кого-то, может, возможно, но для меня лично нет. Потом тут Кристина приехала на три недели. Я же не могу её бросить, пойти на работу. Что она тут будет одна делать? Она везде была со мной. Я думаю, да ладно, что эти три недели? Уж не буду, как бы, портить ей настроение. Тут я, как бы, решила... Зара говорит, ну, мама, загранпаспорт же я могу сейчас сделать загранпаспорт. Мы можем поедать в Россию. Ты мне обещала, ты сказал, что мы летом поедем. Обещание надо сдерживать. Как бы, если я сказала поедем, значит, мы поедем. Тут мне надо некоторые бумаги в нотариусе, именно в Германии, именно лично подписать. Никак через почту это сделать нельзя. Вот. Мне надо лично туда приехать и эти бумаги подписать. Вот. И поэтому, как бы, и тут у нас получается, что я хочу найти адекватных людей, скажем, для Тедика, у которых опыт именно с такими собаками, которые готовы с ним заниматься. Вот. Потому что буквально вчера он... Зара неправильно закрыла калитку. Калитка открылась, все собаки выскочили на улицу. Ну, и, конечно же, Тедик начал кидаться на чужих людей. Вот. Ему ни в коем случае нельзя, чтобы он вот так вот выскакивал куда-то. Надо, чтобы все было всегда плотно закрыто, если он бегает на территории. Иначе, как бы, ну, да. Ну, такая собака. Ну, что я сделаю? Вот. Куда-то в приют отдавать или, как некоторые говорят, таких собак усыпляют. Я не хочу, потому что он лично нам ничего плохого не делает. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что я найду таких людей, которые смогут его вот приютить, взять. И еще из-за корма я тоже объясняла, что тяжело этот корм доставить из России в Германию. Если покупать этот корм в России, он очень дорого обходится, и я просто не могу пол моих зарплаты тратить только на корм для собак. Это просто нереально. Это просто нереально. Мы тоже хотим жить. Поэтому вот приняла такое решение, что я его тоже, раз мы туда уже поедем, что я его с собой возьму. И мы его перевезем в Германию. И там, ну, даже, может, подарю, если хороших хозяев найду, опытных, которые могут с такими собаками жить, как бы. Тогда даже подарю его, лишь бы у него была хорошая, хорошая, вот, люди. Вот. Вот три причины. Это Сара, собака, и вот мне надо обязательно в нотариус. И подписать там эту бумажку. Да, вот. Такой болтливый ролик у меня получился. Я надеюсь, что вы меня прослушаете до конца. Что я ещё могу сказать? Желаю всем добра и мирного неба над головой. Будьте все счастливы, здоровы. И не забудьте подписываться на мой канал. Ставьте лайки. Включайте колокольчик. Пишите комментарии. Буду очень рада. Люблю вас. Целую. Ваша Яна. Пишите комментарии. Спасибо.